Накануне в московском аэропорту был задержан Алексей Навальный. Пока он находится под стражей, меру пресечения далее будет определять суд. Однако задерживали его как-то смешно и нелепо, ну, в общем, в духе Кремля. Сначала объявили, что якобы на полосе Вовнукова сломалась снегоуборочная техника, поэтому несколько рейсов перенесли, в том числе и с Навальным. Потом уже в Шереметьево встретили его толпой, попросили проследовать, но адвоката не пустили. Ну, то есть хотели как лучше отвезти Навального от толпы сторонников, тихонько увезти, и как будто ничего не произошло. А получилось, как всегда, через одно место, в данном случае через запасной аэродром с такой же толпой сторонников. При этом уже сейчас некоторые источники говорят, что экипаж самолета был в курсе того, что надо будет менять маршрут. Но как-то все остальные узнали об этом слишком рано. Более того, во Вовнуково нагнали добрую кучу молодчиков с плакатами в честь Бузовой. И теперь наверняка можно ожидать, что государственная пропаганда будет продавливать тему того, как Навальный никому не нужен, а толпы зевак в аэропорту встречали на самом деле звезду Дома-2. Ну да, ну да. В общем, типичная история жабы и гадюки. Однако, как власти не старались, выкрутиться из положения не получилось. Если бы не встретили вообще, хотя заявляли, что он в розыске, значит, показали бы слабость. Они решили встретить, но сделали это все равно из рук вон плохо. В итоге Навальный остается на коне, потому что всей этой ситуацией Кремль сам себя в очередной раз дискредитировал. Хотя, казалось бы, это что, так сложно было сделать по-тихому? Но, как известно, у Кремля много разных башен, и не все они ладят. И пусть на Навального уже повесили ярлык берлинского клиента, он все равно остается клиентом одной из башен, уверен политолог Максим Жаров. Худшим для оппозиционера вариантом было бы задержание еще в Германии по тем или иным причинам. Так можно было сделать, но почему-то не получилось. Еще неплохой с точки зрения Кремля вариант – вообще не встречать и сделать вид, что никого он не волнует, подконтрольные СМИ и всяких Соловьевых заткнуть на несколько дней, не нагнетать обстановку и просто про него забыть на некоторое время. Наконец, задерживать Навального можно было бы просто хотя бы менее пафосно и публично в том же аэропорту Внуково, просто в другом терминале. Но и этого не случилось. Теперь же из Навального заказчики делают фигуру большого масштаба, каковой он не является, уверен политолог Максим Жаров. Хотя, с другой стороны, если его запрут где-нибудь, то тогда может оказаться, что у оппозиции готов еще более худший вариант для Кремля, а именно Юлия Навальная. Эксперт уверен, что она подготовлена к любому развитию ситуации и в любой момент может стать русской Тихановской. А это уже тот сценарий, которого во власти уж точно боятся больше всего. В общем, Гадюка в итоге переиграла саму себя. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok